Hi! Меня зовут Лена. В этом видео мы поговорим с вами о количественных числительных в английском языке. Cardinal numbers. Но для начала давайте поговорим с вами о трех словах, которые часто путают, которые связаны непосредственно с числительными. Это слова digit, number и figure. Итак, что такое digit? Digits – это символы, те самые цифры, которые мы используем при написании чисел. 0, 1, 2, 3 и так далее. По-английски это digits. Дальше, что же такое numbers? Numbers – это именно числа, то есть то, что обозначает количество или порядок при счете. Например, 25 children – 2 pence. И слово figure. Figures, если мы возьмем возможность во множественном числе, то это обозначает показатели. Какие-то показатели, возможно, для статистики, для каких-то графиков, параметра чего-то. Например, the latest sales figures. Последние данные, как бы последние цифры, мы можем сказать на русском языке, по продажам. Итак, а теперь, когда мы разобрались, переходим к понятию количественные числительные. Cardinal numbers. Итак, что такое количественные числительные? Количественные числительные отвечают на вопрос «Сколько?», то есть how much или how many? Они определяют существительное, могут быть его определителем, то есть относиться к determinants. 15 coins. 15 монет. С помощью слова 15, а именно количественного числительного, мы определяем существительное coins. My two best friends. Как видите, в данном случае количественное числительное two является одним из определителей для слова friends. Three of his classmates. В данном случае мы видим определитель three, выраженное количественным числительным и слово classmates, существительное, к которому относятся. И также мы видим, что здесь есть предлог of. Об этом поговорим чуть позже. Итак, поговорим о том, на какие группы делятся все количественные числительные. Итак, первая группа это простые числа. Simple. Они состоят, как правило, из одного слова. Например, ten или a million. Здесь у нас слово и артикль. Далее производные или derived. Они образованы с помощью суффикса. Например, eighty или thirty. И третья группа это составные compound numbers. Они состоят из двух или более слов. Например, two hundred and forty или seventy one. Как видите, в названии каждого из этих чисел использовано несколько слов. Поговорим отдельно о каждой из этой группы. Simple numbers. Простые числа. Напомню, это те, которые состоят из одного слова. Или одного слова плюс артикль. Посмотрим на примеры. One, six, twelve, a hundred или one hundred. A thousand или one thousand. A million или one million. На что мы должны обратить внимание? Давайте сначала посмотрим на сами числа. Разряды тысяч, как вы можете увидеть в примере с тысячей и с миллионом, отделяются запятыми. Это надо запомнить. Далее. В числительных a hundred и a thousand и a million мы используем неопределенный артикль a. Или мы можем использовать слово one. Таким образом мы называем количество. Мы говорим, что речь идет о одном миллионе, одной тысяче и так далее. Когда мы используем one, а не a, мы еще больше подчеркиваем, что именно, допустим, один миллион, а не два миллиона и так далее. Далее. Круглые, простые, составные числа не имеют окончания s. То есть, если мы захотим сказать две тысячи, мы скажем two thousand, а не two thousands. Или three hundred, а не three hundreds. Окончание s не используется. Когда оно используется? Давайте посмотрим эти примеры. Оно используется в том случае, когда мы даем более неопределенное представление о количестве. Например, thousands of people, тысячи людей. Мы не называем точно сколько людей. Мы используем слово thousands для того, чтобы придать определенный оттенок большого количества. Или hundreds of times, сотни раз. Как видите, в данном случае мы используем слова thousand, hundred, million во множественном числе. Далее предлог of и далее существительное. Следующая группа это производные числительные, derived numbers. Напомню, это те числительные, которые образовались с помощью суффикса. И речь идет только о двух суффиксах. Это суффикс teen и суффикс t. Сначала поговорим о суффиксе teen. Итак, этот суффикс используется при образовании числительных от тринадцати до девятнадцати. И что важно знать про этот суффикс? Что в этих словах у нас два ударения. И основное ударение, то есть более сильное, падает именно на этот суффикс. Послушайте, я произнесу сейчас эти слова и повторите за мной. Второй суффикс, о котором идет речь, это суффикс t. Мы используем его при образовании двадцати, тридцати и так далее до девяносто. В отличие от суффикса teen это безударный суффикс. Послушайте, как я буду произносить. Если у вас когда-нибудь возникнет вопрос, какое именно число вы услышали, вы всегда можете опираться на ударение. Если суффикс был ударный, скорее всего, вы услышали какое-то число от тринадцати до девятнадцати. Если это был безударный суффикс, то скорее всего, речь идет о числительных двадцать, тридцать и так далее. Поговорим о сложных числительных, которые состоят из нескольких слов. Compound numbers. Например, twenty-one. Давайте посмотрим, как образовалась эта числительная. Итак, в этом числительном мы видим два слова twenty и one, и между ними дефис. Дело в том, что в составных числительных, которые начинаются от двадцати одного до девяносто девяти, между десятками и единицами мы ставим этот дефис. Посмотрим на следующий пример сложного числительного. Three hundred and twenty-one. Итак, twenty-one через дефис, мы уже с вами это знаем. Но посмотрите, появилось слово and. Есть правило, что в составных числительных от ста одного и выше мы перед последним и предпоследним словом всегда ставим союз and. Последним словом мы здесь читаем как раз слово twenty-one, написанное через дефис. Посмотрим еще пример. Посмотрите, какое большое числительное получилось, но нам нужно соблюдать, неважно, насколько оно длинное, это правило, что and ставится перед последним и предпоследним словом. И еще больше возьмем числительное. Fifty-four thousand three hundred and twenty-one. Также мы используем and перед twenty-one, несмотря на то, какое числительное длинное. Итак, попробуем. Have a try right in words. Перед вами разные числительные. Ваша задача записать их словами. Поставьте видео на паузу и постарайтесь сделать это задание. Итак, проверяем. Seventeen. И не забываем про два ударения. Two thousand, six hundred and eighty-five. Не забываем про то, что, несмотря на то, что мы говорим о двух тысячах, о шести сотнях, мы слово thousand и hundred пишем в единственном числе. Не забываем ставить and перед предпоследним словом. И дефис между десятками и единицами. Eighty-five. Следующее. One million, five hundred and two. Те же самые правила и здесь. Не забываем про and и не ставим million и hundred во множественное число. Three hundred and eighty. Здесь мы имеем дело со словом eight. Это слово несложное, несложное числительное. И тем не менее перед ним мы также поставим and, как и в других случаях. Eight hundred and fifty-six. Далее просто nine hundred. И последнее. Seventeen thousand. Five hundred and seventy. Надеюсь, у вас все получилось. Это все. Увидимся в следующем видео. Bye-bye! Субтитры сделал DimaTorzok